Чтобы покататься на коньках, теперь жителям 7 микрорайона не надо ездить в другие районы города. Теперь у них есть ледовая площадка, она расположена у 13 школы. Кстати, появился каток там благодаря усилиям сотрудников образовательного учреждения. Все подробности у Ольги Поповой. У кого нет клюшек, те играют ногами. С клюшками будьте внимательны, не бейте по ногам, особенно девочек. Было бы здорово, если бы в нашем 7 микрорайоне был каток. Такое пожелание во время школьной конференции руководство 13 школы озвучило один из учеников. Случилось это в октябре, а уже в ноябре заместитель директора по учебно-воспитательной работе Елена Алешина подготовила проект «Живой лед» или строительство ледового городка в 7 микрорайоне. А в декабре отправила его на конкурс. Собрала помощниц-старшеклассниц, трех девочек, и мы набросали проект «Ледовый каток». В итоге родилось название «Живой лед» или строительство ледового катка в 7 микрорайоне. И представили на окружной конкурс проектов молодежных объединений, где этот проект был подхвачен, был признан лучшим, получил гран-при и 70 тысяч рублей. 70 тысяч рублей – хорошее подспорье, но впоследствии оказалось выбрать место для катка, утвердить его. Слово, это спортивный мини-стадион у школы. Залить и поддерживать лед в нормальном состоянии совсем непросто. Наш город полон замечательных добрых людей, которые отзывчивые, которые действительно не просят плату за свой труд, а просто хотят, чтобы нашим детям было хорошо и комфортно в городе. Один из таких – это дядя Коля, как зовут его дети, на самом деле это Николай Вячеславович Стимко, пожарный, который вот уже 8 или 9 раз, мы уже даже счета нет, залили каток. Стали оказывать помощь городские предприятия. Подключились к общему делу родители учеников и, конечно, сами дети. К примеру, раз в три дня парни-старшеклассники чистят каток от снега. Заставлять никого не приходится, говорит Елена Алешина, ведь для себя стараются. Убираем, потом спокойно катаемся. Как говорится, любишь кататься, любишь саночки возить. Каток, конечно, нужен был, но очень далеко было ходить, на девятую школу, на седьмую. Пока туда дойдем, сразу замерзаем, сразу хочется погреться. А здесь дом близко, можно дойти, покататься, обратно сходить домой покушать, согреться и обратно пойти кататься. Хоккей тоже, ну, люблю играть здесь, кататься здесь, лед очень хороший. Играю с пацанами, с друзьями, со всеми. Я с детства хожу на фигурное катание, мне очень нравится кататься на коньках. Оно интересно, полезно для детей. Приходим в выходные дни и приходим, бывает после школы, когда четыре урока, много не задают и катаемся на коньках все. Как упустить случай, не взять с собой коньки, когда едешь на каток? Вот и я не смогла. Сейчас день и на льду детей не так много, а вот в выходные и праздничные дни людей хоть добавляй. Ведь теперь тем жителям седьмого микрорайона, которые хотят активно использовать для здоровья, да еще и на свежем воздухе провести свой досуг, не надо ехать в другой конец города. Идут на каток и взрослые, и даже совсем маленькие жители микрорайона. Ирина Мельникова говорит, внук Владик любит смотреть, как мальчишки играют в хоккей. Да и сам уже пытается забить шайбу ворота. И не важно, что без клюшки. Каждый раз ходим на каток, сюда смотрим, ребята играют, они забивают гол, ему нравится, он говорит всегда гол, приходит домой и рассказывает. Кстати, уже в пятницу в пять часов вечера на этом льду пройдут первые серьезные состязания. Клюшки скрестят сборная 13-й школы и команда десятиклассников. Это уверен тренер, а в рабочее время учитель по физкультуре Василий Рощупкин. Да и сами парни только первая игра. И надеются, что и следующей зимой катку в седьмом микрорайоне снова быть. Потом мы собираемся сыграть товарищескую игру с православной гимназии. Там у них есть форма, коробка, все есть. А мы только начинаем. Ну мы, конечно, их обыграем. Но там батюшка играет, он здорово играет. Ольга Попова, Александр Иванов. Новости нашего города. До свидания!